Всем привет! Мы продолжаем нашу серию прямых эфиров, в которых мы общаемся с нашими быстрыми лидерами, быстрыми мастерами и быстрыми гранд-мастерами, с людьми, которые добились выдающихся результатов и которые могут и хотят нам помочь, чтобы как можно больше людей смогли добиться таких классных результатов. И мы с ними общаемся на постоянной основе. У нас уже на нашем официальном YouTube-канале уже скоро будет по сотню видео, в которых мы с такими людьми общаемся. Это просто кладезь советов, и практически каждый день у нас с вами появляются новые и новые советы, новые примеры того, как можно добиваться таких потрясающих результатов. И сегодня у нас с вами будет прямой эфир с быстрым мастером, с Ириной Буряк из города Краснодар. Мы сегодня будем у нее узнавать ее секрет успеха, спрашивать, как она добилась таких крутых результатов, и задавать ей в том числе и ваши вопросы. В эти самые минуты у нас появляется пост крайний в нашем официальном телеграм-канале Greenway Global, где вы можете писать свои вопросы. А пока мы ждем спикера и настраиваемся на продуктивную классную беседу, напишите в нашем чате, из какого вы города и из какой вы страны. Начнем традиционно с того, что посмотрим на нашу глобальную географию, на эти страны и города, из которых прямо сейчас этот прямой эфир смотрят. Так, сейчас смотрим, что у нас с подключением техническим, и будем потихоньку начинать. А пока, вот я вижу, появился пост, вижу, уже появляются первые комментарии, вот уже появляется команда Ирины, готовая начать с ней ее слушать и внимать. И мы тоже ее ждем, я вижу, что она сейчас подключается, и мы начнем задавать наши вопросы. Вы тоже готовьте свои, но не пишите их на бумажках, пишите их в нашем чате. Вот, смотрю, Ирина подключилась, сейчас мы услышим звук и можем начинать. Привет-привет, да, на связи я. Здравствуйте, поздравляем. Вы, видно, все хорошо? Отлично, видно, все просто прекрасно. Ну и, как всегда, начинаем с того, что поздравляем с этим потрясающим результатом, это очень круто. И спасибо вам, что согласились с нами пообщаться и поотвечать на наши вопросы, и, соответственно, на вопросы наших зрителей, которые к нам все больше и больше подключаются со всех уголков мира. Я вот смотрю, вот у нас есть и Санкт-Петербург, и Германия вон у нас уже. Очень здорово. Спасибо за активность в чате тем, кто смотрит наш эфир. Обязательно пишите свои вопросы. Самое интересное мы, конечно же, зададим в прямом эфире. А начнем мы с того, что, Ирина, я вас спрошу, конечно, мой любимый классический вопрос. Расскажите эту потрясающую историю, как вы попали в Greenway Global. Ребят, всем еще раз привет. Буряк Ирина, город Краснодар. Честно, волновалась так сильно, что уже переволновалась и, кажется, уже не боюсь. По тому, как я пришла в бизнес. Я мама в декрете, и у меня ощущение, что вся моя жизнь меня готовила к сетевому, потому что до декрета я работала в большой торговой компании, занимала классные должности, работала в сфере обучения, обучала продажам, проводила тренинги по продажам, ассортименту обучала, уходила в декрет уже с должности старшего менеджера по подбору персонала. То есть, в принципе, все такие сферы, которые сейчас меня очень сильно выручают в сетевом. И когда я ушла в декрет, муж работал там же, в той же компании, и там, чтобы развиваться, нужно было постоянно куда-то переезжать. И мы стали ездить по России, нас стало кидать немножечко. Пожили в Самаре, потом приехали в Ставрополь, и, собственно, там я и родилась как сетевой предприниматель. Получилось это, естественно, случайно. Естественно, сетевой это был не мое, как и у всех, в принципе, наверное. И я стала развивать свой такой небольшой бизнес. На тот момент у меня был, грубо говоря, ребенок, которому было там 5-6 месяцев. Маленький старший ребенок 3,5 года. Опять же, я такая неуемная, мне постоянно что-то надо делать, надо, чтобы свои деньги были. Хотя при том, что муж там нормально зарабатывает. И я вот этот вот бизнес свой сформировала, и мне нужна была реклама. И на просторах интернета я нашла своего наставника. Тогда, естественно, я еще не знала, с чем это все закончится. И написала, попросила у нее рекламу. Она так классно меня прорекламировала, что ко мне люди просто потоком хлынули. И у меня осталось такое вот чувство, что я еще и что-то должна. Я думаю, как бы ее отблагодарить. Думаю, сделаю-ка я у нее заказ. Хотя я видела эти пакетики с гринвей у разных блогеров. И я думаю, господи, ну что они там все трут, моют, все-таки все радостные. То есть у меня как бы не было такого ощущения, что мне это надо. Но как бы тут же вроде как я еще что-то должна. В общем, сделаю я у нее заказ. Ну и здесь случилась любовь с продуктом, естественно. То есть это вот было вот пасту мазнула, ванну помыла. Все, инфаркт, как классно, в химии не дышим. Все, я довольна. И просто стала наблюдать с Аней Доманиной и стала с ней общаться. И первый раз мое сердце екнуло, когда у нее была зарплата 80 тысяч рублей. На тот момент она была лидером. Я ей написала, говорю, Аня, ну как бы, наверное, мне... Нет, не так. Я думала, что я сама пришла. На самом деле она мне кричочки кидала. То есть типа того, что давай уже делать бизнес тебе, а не мне и так далее. То есть я на это смотрела, отшучивалась. И я искренне считала, что я сама к ней пришла. В общем, она мне вот эти вот семечки кидала, которые проросли. Я ей написала, говорю, Аню, все, давай будем регистрироваться. Первый раз я зарегистрировалась и слилась сразу же, даже не активироваясь. Потому что она мне начала информацию кидать, и я понимаю, что, блин, вот на текущий момент с моей загруженностью просто не вывезут. Я слилась просто вот так вот все, не видно, не слышно меня, но я ее из поля зрения не теряла, потому что я понимала, что там есть возможности, я понимала, что там есть рост. На тот момент мой бизнес мне приносил там 50-70 тысяч рублей, и второй раз мое сердечко не выдержало, когда у Ани уже был человек 180 тысяч. Тогда я поняла, что, блин, здесь я стою на одном и том же месте, а там есть рост, там есть развитие. Ну и все, я взяла деньги на активацию, говорю, Аня, бегом. Я готова теперь точно. И все, и все случилось, я пришла в бизнес. Очень крутая история, спасибо вам за нее. Следующий вопрос будет. Расскажите, сколько времени понадобилось стать мастером? Расскажите коротко про свой путь. Коротко? Ты понял, что коротко у меня не получается? Ничего страшного. Когда это интересно, это может быть и не коротко. Если брать вот весь путь от момента регистрации, когда я уже пришла, активировалась, то это год и три месяца. Если брать, то есть я прошла по программе Рестарт. Если брать с момента принятого решения, вот когда я точно решила, что все, мы идем на мастера, 10 дней. Здесь как бы две такие цифры. Ого, очень-очень-очень-очень круто. Не сиди, вы просто волшебно. Даже вылетел из головы, какой вопрос хотел задать. Ну, а следующий, конечно же, будет про сложности на пути квалификации и как вы их преодолели. Расскажите. А то так слушается все очень, кажется, просто. Ну, нет, явно же было что-то. И поделитесь, конечно же, как вы с этими сложностями справились. Просто никогда не было. Ну, опять же, просто сложно. Тут все зависит от того, как мы относимся к каким-то, даже не сложностям, обстоятельствам, которые встречаются на нашем пути. Естественно, мне было нелегко, потому что, опять же, грудной ребенок маленький, второй постоянно со мной. То есть это вот бытовые моменты. Естественно, ночью там зубы режутся, не спишь. Второго там в сад не было возможности отправить, потому что переезды постоянные. И плюс, как бы, надо было искать, приучать, привыкать. А вот с нашими переездами это было, ну, прям, очень сложно все делать. И, опять же, наверное, самая большая сложность – это голова. Это наша голова, это наши страхи, потому что всегда очень страшно идти во что-то новое. У нас мозг как считает, что если впереди что-то новое, неизведанное, непонятное, страшное, значит, опасное, да, он нас начинает сразу блокировать, говорит, что нет, тебе туда не идти, ты туда не иди, ты здесь сиди, здесь лучше, здесь комфортнее, здесь уже все такое тепленькое, понятно, зарплатка хорошая, командочка сильная, все прекрасно, да. И вот самое основное и сложное для меня было это вот точка принятого решения. То есть бытовые какие-то моменты, их можно организовать, их можно преодолеть, то есть когда сильно надо, ты всегда найдешь какой-то выход. А вот именно с головой – это вот самое основное препятствие, которое вот мне нужно было решить. И здесь на помощь пришел мой наставник. Она у меня очень такая деликатная, и она всегда так издалека. «А, Эзочка, ты готова там идти на мастера?» Она сказала, что мы идем на мастера. А я же как, ну, уже год лидером была, да, то есть я вот так вот лежала в направлении мастера, и, ну, то есть мне комфортно, мне хорошо, мне спокойно, а я понимаю, что, ну, у нее, да, ситуация такая, что ей до GM не хватает моего мастера. То есть ей надо, мне тоже вроде как бы надо, но мне страшно. И, ну, я не могу не рассказать эту историю, она такая классная, поэтому я хочу, чтобы ее все знали. Однажды Аня поехала в Турцию, и она привезла мне подарок. Аня в Ставрополь, я в Краснодаре уже на тот момент была, мы переехали опять, вот, и она мне присылает посылку. Она говорит, «Ириш, я тебе отправила посылку, жди». Это было за 10 дней до конца периода. То есть вот до того вот конца периода, когда мы сделали мастера. Я лидер, я не собираюсь идти еще на мастера. То есть я только лежу в направлении его. Мне приходит посылка, такой длинненький вот сверточек. Я с колотящимся сердцем открываю это все дело, и Аня знает, что я люблю книги, Аня знает, что я люблю волшебную историю про Гарри Поттера, и она мне присылает вот такую вот, я с реквизитом пришла, волшебную палочку. И она пишет, что волшебные девочки, волшебная палочка, что-то там все осуществлялось, сбивалось. Я понимаю, что это в посылке не все. И в этой посылке еще была вот такая королочка. Я открывала королочку, я сразу же поняла, что там находится. И там ее значок мастера. И она пишет, что ты и так уже мой мастер. Вот это вот была точка моего принятого решения. Естественно, это все омылось слезами. То есть в обед вот я раскрыла эту посылку, вечером я уже собираю фокус-группу из своих девчонок, тех, кого я планирую вести на лидера. Им обрисовываю ситуацию, говорю, девочки, вот при таком-таком-таком раскладе мы вывозим мастера в этом периоде. Я им пишу, ок, они мне каждый пишут, да, идем, да, идем, да, идем. Тут же пишу, делаю скрин. Прошу прощения, звонок прошел. Закончили на звонке команде, что вы все идете. Да, да, да. Звонок прошел, прошу прощения. Звонок все идут. Аня скинула скрин, что она с нами написала тоже. И все. И через 10 дней мы сделали мастера. Очень крутая история. Опять же, я всегда рекомендую всем, кто смотрит наши эфиры, обязательно брать блокнот, записывать. Вот основные мысли берем, потому что дружим с головой, берем волшебную палочку, немножко плачем, идем к мастеру. Очень крутая история. Спасибо вам за нее. А следующий, конечно же, хочется про команду. Расскажите, сколько у вас человек, и поделитесь секретами, как вы выстраиваете с ними работу. Команда, команда, это, конечно, моя сила. Не было бы команды, да, не было бы меня здесь. Я им очень сильно благодарна. Команда, ну, я не думаю, да, что тут какой-нибудь спикер приходит и говорит, ой, у меня команда какая-то не такая. Нет, у меня команда, естественно, очень сильно такая. Они просто все какие-то нереальные, мощные, с безумным потенциалом. Каждая со своей, ну, тут выражаться нельзя, с изуминкой. То есть они все такие с классной энергетикой, очень активные. Мне безумно нравится, что у нас очень сплоченная команда, и вот у нас нет вот этого чувства соперничества. У нас все готовы друг друга поддержать, помочь, подопнуть. Они друг друга безумно мотивируют, даже и без меня в каких-то моментах. У меня команда раскидана по всей стране. У меня много веточек, там, в Липпецке есть сильная веточка, опять же, в Краснодаре, в Пятигорске, в Абинске. Есть партнеры, там, в Перми, в Уфе, в Якате. То есть, ну, раскиданы очень сильно, поэтому довольно-таки сложно встречаться лично. И поэтому мы в любом случае, чаще всего встречаемся онлайн. Сейчас у меня в команде первая линия чуть больше 20 человек, а всего в команде 240. Слышно-слышно или пропадаю? Да, все-все, окей, это у нас на нашей стране небольшая техническая проблема. Спасибо за ответ. И, опять же, про команду и людей. Все, кто смотрит наш эфир прямо сейчас, если у вас возникли какие-то вопросы интересные, которые вы хотите задать в эфире, может быть, вы все ждали какого-то знака свыше, и нужен был человек, который разъяснит вам какую-то вашу проблему или поможет с мотивацией, вот, пожалуйста, есть сейчас возможность в прямом эфире эти вопросы задать. Вам достаточно зайти в наш официальный телеграм-канал Greenway Global, где проходит этот эфир, и в крайнем посте вы можете задавать свои вопросы, и мы их обязательно озвучим в прямом эфире. А вы уже, Лена, вы уже коснулись темы своего наставника, рассказали много классных историй, а теперь вот такой немножко практический вопрос. Расскажите, как выстроена ваша работа с вашим наставником? Как часто вы коммуницируете? Как она вам помогает добиваться таких потрясающих результатов? Помимо подарков. На самом деле наставник, ну, ключевую роль играет в восстановлении, и я понимаю, что я не могла к кому-то другому прийти в команду. Либо если бы я пришла, то, скорее всего, я бы слилась, потому что, ну, человек идет на человека, очень близка они мне и по энергии, и мы с ней коммуницируем каждый день. У нас уже отношения, уже уходят, да, за рамки просто партнерских, мы дружим уже там где-то с семьями, вот, поэтому мы общаемся каждый день, и есть такая вот фраза, да, прицепись к наставнику. И вот, наверное, у нас это именно и произошло, потому что вот действительно прицепилась к наставнику, отцепляться не собираюсь. Я один раз услышала такую для себя страшную фразу на одном из зумов, потому что вы будете лидера закрывать самими людьми, мастера с другими, гранд-мастера с третьими. Ну, это, ну, правда, сетевого, да, но для меня она была такая, ну, то есть на тот момент я была ключевым человеком у Ани, она сделала со мной мастера. Я думаю, так, а как это она на гранда пойдет без меня? Я всегда хочу быть ключевым человеком у своего наставника. И вот с этой вот мыслью, с этой вот позицией я иду, в принципе, всегда. И здесь вот эта вот нерушимая связка, она важна еще в чем? В том, что наставник тебя тянет туда, а ты толкаешь туда наставника. И вот этим вот паровозиком очень круто проходить все сложности, опасности и так далее. Супер. У вас, опять же, все обратите внимание, очень классные мысли, обязательно их себе записывайте. Следующий вопрос будет про развитие. Расскажите, как привлекаете новых партнеров, какие инструменты у вас для этого любимые? Ну, вот все ищут, да, вот волшебную таблетку в рекрутинге. Ну, как мы знаем, волшебные таблетки, ее, в принципе, нет. Волшебная таблетка – это и есть ваши действия. Инструменты, как и у всех, одни и те же. Первый инструменты и самый главный, да, вот это гринвей, он вписан в жизнь уже настолько, что каждый раз, знакомясь с человеком уже, честно, волей-неволей, ты ищешь какой-то момент, чтобы хотя бы какое-то касание гринвейное сделать, да. То есть обозначить, что ты в гринвей, что либо через продукт, либо через, там, доход, либо, в общем, какую-то боль человека ищешь для того, чтобы ее покрыть. Это вот когда ты делаешь это вот так вот в жизни. Инструмент – инстаграм, естественно. То есть у меня треть команды из инстаграма ко мне пришла, то есть это те люди, с которыми я, в принципе, не взаимодействовала, да, никогда. Это когда, ну, входящий поток создается, да, то есть там закрываешь потребности, страхи какие-то через сторис, через посты, призывы к действию ставишь, и люди там нет-нет реагируют на это. Еще классный инструмент для рекрутинга – это клиентский чат. Это вообще просто мое любимое, потому что в клиентском чате у нас люди уже приходят, те, которые лояльны к компании, лояльны к продукту, лояльны к нам. Соответственно, уже, ну, остается одно простое действие – зарегать их, зарегать и создать им точно такое же, да, клиентский чат. Ну, и самое основное, да, самое глобальное – это профессиональный рекрутинг, так назовем его, да, сетевой – это список звонок встреч. Вот у меня тут даже рядышком блокнотик лежит, где вот прям список окружения моего, и с ним вот по нему мы работаем. А так все, 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 как у всех. В очередной раз убеждаюсь уже, сколько у нас было и мастеров, и гранд-мастеров, что не нужно искать чудо. Вот есть стандартные абсолютные инструменты, которые помогают. И, кстати, в продолжении о них Елена в чате спрашивает про то, как вы включаете новичков. Я немножко этот вопрос модифицирую. Расскажите, как вы включаете новичков и делаете так, чтобы они активнее включались в работу. Расскажите, поделитесь секретами. Честно скажу, это у меня… Не буду это тут прибедняться. Это одна из сильных сторон у меня, потому что была вот классная статистика, да, есть в компании, когда выгружалось процент активных людей зарегистрированных. То есть выкладывали в сторис, смотрю, там у кого сколько, да, там у кого-то там 25, 50, у меня 75. То есть 75% людей, которые приходят в команду ко мне к первую линию, они остаются со мной. Как это происходит? Во-первых, должно быть это искреннее отношение к людям, уважение к людям и создавать для них максимально комфортные условия для их развития. Потому что все люди разные, у всех разная скорость. И здесь очень важен индивидуальный подход. Основная часть приходит с вот такой вот головой страхов, да, и важно с человеком быть рядом, дать ему опору какую-то, дать ему поддержку и дать ему понять, что я буду рядом, да, я буду с тобой проходить этот путь. Очень мало людей, тех, которых мы, да, вот хотим всегда таких, чтобы пришел и сразу, ах, и все, и сам пошел делать, да, ему ничего не надо объяснять. Такие тоже есть, но их единицы. Вот у меня в команде там раз, два, три, и я пчелся, да. То есть основная часть людей – это те, которые, ну, развиваются со временем. И нет, ну, вот такой вот, да, у нас какой-то гарантии, что этот человек не вырастет. У нас есть примеры такие, что через год вырастает человек, он год сидел там вообще без квалификации, потом S1 сделал, и через там полгода уже мастер. Есть и такие люди. Вот очень важно создать вот эту вот атмосферу в команде для того, чтобы вот любой категории человек мог себя проявить и не давить на него. Но это все, мне кажется, тоже с опытом приходит. Я всегда все начинаю с командного чата, да, то есть, ну, с себя, да, опять же, да, взаимодействие с человеком из командного чата. У нас даже в команде принято, когда новички заходят в командный чат, мы все классно приветствуем этого человека, этого новичка. И вот даже вот важно с начала со встречи дать ему вот это вот ощущение безопасности, потому что, опять же, да, мозг, что у человека делает, здесь страшно. Это новая все стрессовая ситуация. Мы ему даем вот эту вот, опять же, поддержку командную для того, чтобы ему было это делать не страшно. Но, опять же, сопровождение очень тоже много. Значит, первые, ну, наверное, недели две – это вообще каждый день с человеком быть на связи. Как дела? Сделал ты там клиентский чат? Не сделал. Просто вот прям пошагово давать все инструкции, пошагово прям давать какие-то точки и вместе с человеком проходить эти все точки. Ну, и потом уже просто вот контролировать, поддерживать и так далее. Опять же, очень здоровский совет. И записывайте просто каждый день быть на связи с новичком. Это секрет успеха. Спасибо вам за этот ответ. И, кстати, о новичках. Нас всегда смотрят очень много тех, кто только начинает свой бизнес Greenway. и тех, кто только думают о том, чтобы войти в этот чудесный бизнес. Какие бы вы советы основные дали новичкам? Ой, это вообще любименько. Наверное, первый главный совет, как завещал великий Иван Дорн, не надо стесняться. Вот действительно, стеснение – это, наверное, то, что очень мешает в самом начале. Потому что у нас что в голове? А что подумают люди? А вообще сетевой – это так постыдно. А как это я и буду тряпочки продавать? Вот это вообще излишнее. Запомните вот раз и навсегда. Всем на вас все равно. Вот, поэтому старайтесь просто… Знаете, не важно, что думают о вас люди. Важно, что вы сами о себе думаете. И важно, что вам нужно для вашего роста, а не то, что там люди вам наставляют, что там вам люди говорят, или что вы думаете о том, что они думают. То есть мы очень много энергии вначале тратим на вот эти моменты. Поэтому не надо стесняться, нужно идти просто вперед к своим мечтам, к своим целям. И от себя еще совет. Очень важно сразу, с самого начала понять, что самый главный человек в вашем бизнесе, в вашей жизни – это вы. Вот когда вы вот эту вот букву «Я» на первое место поставите, в вашем бизнесе, в вашей команде будут случаться чудеса. Потому что, когда мы берем ответственность на себя и ни на кого ее не перекладываем, мы, опять же, начинаем по-другому совсем подходить ко всему, что происходит. Я прошу прощения, у меня опять звонок прошел. Где я там остановилась? Теперь у нас технические сложности. Да. Так, следующий тогда вопрос. Давайте тогда к нему перейдем. Мы постепенно движемся к завершению эфира. Поэтому, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь. Задавайте их в нашем чате, в нашей официальной группе в Telegram Greenway Global, где проходит этот эфир. Опять же, спрашивают много про запись. Запись идет, запись будет. Она будет доступна на нашем YouTube-канале сразу после завершения эфира, буквально в течение пары часов. Обязательно за этим следите. А пока у нас в чате пишут вопросы, конечно же, традиционный вопрос к вам, Ирина, будет. В каком году и в каком периоде планируете закрывать GM? Январь 2024. Январь 2024. Запоминаем, держим пальчики. Следующий вопрос будет тоже от меня. Пока вот я вижу, что много кто печатает от меня, отображается в чате. Значит, вопросы все-таки будут обязательно. Поэтому следующий тоже вопрос, который я безумно люблю, потому что всегда приятно услышать советы. Скажите, какой продукт Greenway Global у вас любимый и почему? Ну, для меня ключевым продуктом стала паста Mystic, поэтому я ее не могу не отметить. Я ее пользуюсь каждый день, поэтому для меня это первый топовый продукт в Greenway. Паста Mystic. И сейчас из любимчиков новый лимитированный скраб. Рука к нему всегда тянется, его хочется наносить, им хочется пользоваться. Вообще очень сильно его люблю. Ну и, наверное, салфетка для стекла, потому что это боль, наверное, каждой домохозяйке, каждой мамы. И вот салфетка для зеркала, она у меня вот просто в каждой ванной постоянно вытираешь, моешь, потому что маленькие дети всегда очень быстро это все дело заляпывают. Поэтому вот это вот три топ-продукта, которые вот сейчас для меня вот на вершине. Следующий вопрос, конечно же, про мотивацию. Хочется спросить. Скажите, что вас вдохновляет и что мотивирует на такие потрясающие успехи? Ну, первое, что мотивирует, это, естественно, свои, мои, мои личные мечты, мои личные цели. Очень хочу, ну, всю Россию уже объездили, поэтому хочется, конечно, странно посмотреть. И за рубежом были только в Индии, поэтому хочется, хочется везде побывать, посмотреть. Это вот из такого, что вот для семьи, да, там для себя хочется, очень хочется. Загородный домик на берегу реки с выходом, там, с пирсиком. То есть это вот такие вот мои хотелочки. Еще очень сильно мотивирует команда. Очень сильно мотивирует команды, рост команды, трансформация каждой девчонки. Безумно мотивирует их вера. Очень сильно мотивирует наставник с ее амбициозными целями, сильно мотивирует зумы, сильно мотивирует события. События — это вообще колоссальная точка роста, на которой обязательно нужно быть каждому просто. И вот у меня тоже, что касается зумов, да, это офигенный инструмент для роста тоже, потому что, опять же, благодаря зуму с топами я осталась здесь. То есть прийти в сетевуху несложно, сложно здесь остаться. И для меня вот буквально там через неделю после регистрации была вот тоже ключевая такая точка, был зум с топами, с девчонками, которые плыли на яхте, кайфовали, отдыхали, проводили мотивирующий зум для всех партнеров Greenway. И я его посмотрела, и после него у меня так, ну, жетончик провалился, все, класс, все. И я поняла, что здесь я хочу, здесь я могу, и здесь я буду. Вот, поэтому вот эти вот основные моменты. Переходим к вопросам из чата. И следующий, вы уже коснулись этого, но хочется более подробно. Расскажите, какой, на ваш взгляд, клиентский чат идеальный, и какие бы вы дали по пунктам советы для того, чтобы те, особенно те, кто начинают их вести, сделали их приближенными к этому идеалу? Ну, тоже здесь, наверное, ничего нового не скажу, потому что мы уже настолько избили эту тему. Во-первых, клиентский чат, он должен быть. И только. То есть нет такого, что я буду работать в личку, вы столько времени убьете, вы столько времени на это будете тратить, энергии, ресурсов. Клиентский чат – это офигенный инструмент для вашего роста, для рекрутинга, для масштабирования оборота, товарооборота всей команды. Поэтому клиентский чат должен быть как у вас, так и у всех партнеров вашей команды. Идеальный клиентский чат, какой он? Во-первых, ну, тоже мне фраза понравилась, тоже где-то я услышала на каком-нибудь зуме. Клиентский чат не должен быть болотом. Клиентский чат должен быть водопадом. То есть когда там тухло, когда там постоянно одни и те же люди, да, и не приходят новые, все, там будет застой, там не будет роста. Это, в принципе, как и везде, да. Не поступает новая энергия, соответственно, все, как бы приплыли. Вот. По клиентскому чату еще какие моменты? Ну, соответственно, чем больше людей, тем лучше. Очень важно, чтобы в клиентском чате была ваша информация, чтобы там были вы. У нас сейчас, ну, вот, бить, по крайней мере, в моей команде, да, что очень много стало всяких контентных, всяких каналов, где люди просто берут информацию, да, ее сразу скопировали, вставили, и все. Ваши люди в клиентском чате, они приходят на вас. И, соответственно, это неуважение к людям, когда мы им не даем себя. Поэтому старайтесь максимально себя показывать. Пьете бады, покажите, что вы пьете. Я тут покажу, что я себе снимаю. Покажите, что вы пьете. Покажите, что вы там пробуете. Покажите, что вы трете. Покажите, ваши люди будут доверять только вам, вашей энергии, вашим результатам. Они не будут доверять тому, что вы там скинули из какого-то там соседнего канала. Это сделали не вы. Поэтому чем больше вы даете своей энергии, своих видюшек, своих текстов, ну, опять же, вот, полотна не надо вправлять. Полотна загубят ваши все продажи. Старайтесь вот писать буквально там два-три там предложения и, опять же, от себя. Очень важно, что продают эмоции. Вот чем больше вы эмоций своих личных дадите, тем больше продаж у вас будет. Но и, опять же, тоже нужно смотреть, насколько часто, да, вы информацию туда выкидываете. То есть сильно много – плохо. Мало, там, один раз в день – это тоже плохо. То есть человеку должно быть там интересно. Он приходит туда за информацией. Так не жальничайте, давайте ему эту информацию. Спасибо за ценные советы. Вот тоже в чате Елена спрашивает, в каком мессенджере эффективнее всего вести клиентский чат? Просит вашего совета. Тут зависит очень важно от региона, от района, в принципе, по России. У нас на юге – WhatsApp, только WhatsApp. То, что создаем в Телеге, сейчас у Телега каналами очень сильно забито, очень много разных групп чатов, и люди туда заходят только туда точечно, где им надо. А, ну, как показывает практика, наши клиентские чаты не всегда на первом месте у людей, поэтому у нас эффективнее в команде работает WhatsApp, потому что это более такая привычная площадка, где люди, куда люди чаще всего заходят, и, соответственно, человек туда заходит, и сразу хоп-хоп-хоп первые там, что повсплывало, у него он туда заходит, проходит и читает. Поэтому у нас эффективнее там. Следующий вопрос из чата. Опять же, практически нет эфира, где бы его не задавали. Спрашивают, как, когда вы начали заниматься сетевым бизнесом, и сейчас к этому, к этой карьере отнеслись ваши друзья и знакомые, и поддерживают ли они вас? Знаете, вот у меня как-то с этим просто... Я знаю, что у многих ребят, да, там, ну, не поддерживают, там, мужья, там, говорят, ой, куда ты там полезла, там, все, кто тебя затянули, там, родители спасать начинают, подружки там начинают просто вот тоже спасательствами заниматься. У меня такого не было. Потому что, ну, я, в принципе, ну, достаточно самодостаточный человек, достаточно самодостаточный, тавтология пошла. И, ну, мне очень, вот если мне что-то спинтюрилось в голову, мои близкие знают, что, ну, бесполезно что-то говорить и что-то делать. И за что я тоже благодарна мужу, сестре, родителям, то есть, ну, за то, что очень много было поддержки. И у меня сейчас в команде и сестра, и кума, и вторая кума, и та юра, да, и сестра, и крестная. То есть, в принципе, поддержка была, есть, и, надеюсь, будет. Поэтому все зависит, опять же, от того, как вы воспринимаете и насколько вам это надо. Будет вам надо, да, никто вам слова не скажет. Поэтому просто вот, ну, определяйтесь со своими решениями. Огромное спасибо. Кажется, это та самая поддержка, которой многим не хватает. И мы уже подошли к завершению нашего эфира. И в конце, Ирина, если мы вас что-то не спросили, и вы хотите сделать дополнительные советы, пожелания, может быть, что-то сказать вот в конце эфира, эти 5 минут 10, сколько захотите, они ваши. Можете сказать все, что захотите. Это я не готова. Нет, на самом деле я хочу благодарность свою выразить в первую очередь своей команде. Потому что я уже эту дифрамму пела, но я не устану им петь, потому что это лучшее, что могло со мной здесь учиться. Я сейчас беру команду, да, не только вот кто в моей, да, там веточке. Это вот и параллельные веточки, и наставник, и вышестоящий наставник. Потому что внутри что-то невероятное творится. Потому что вот я тоже, опять же, из девочек, из моих, один раз, Лерка Ашиваева, тебе привет, сказала такую фразу. Гринвей – это про любовь к себе. И это девочкам очень сильно откликается, и мне это очень сильно откликается. Потому что, опять же, у кого из нас было когда-нибудь столько косметики дома, ухода, да, там за собой, в принципе, когда мы себе любимы, уделяли столько внимания и времени. И это очень круто, опять же, но это идет все, опять же, от руководства, да, с головы. У нас изначально настолько крутящая компания, что вот эта вот, ну, вот, дружба, любовь, да, толерантность, она идет вот сверху, и она вот спускается к нам, и все ниже, ниже, ниже. И это вообще махина нереальная, которая, ну, дай бог, не остановится никогда, и будет только становиться все больше и больше. И если вы думаете, там, в том вы месте или не в том, поверьте, вы в том есть. Вот, и, знаете, у меня очень часто, да, там, я пришла, у меня была вера в продукт, у меня была там вера в наставника, вера в себя. И настал тот момент, да, когда не хватало одной веры, веры в компанию. И тогда меня очень сильно выручило событие, потому что я привыкла работать в глобальной компании, в крутой компании. Мне вот важно была вот эта вот брендовость. Мне очень важно было, чтобы было вот что-то большое и стабильное, нерушимое. И вот это вот я увидела на событии. У меня наставники мои, Аня, Маша, они постоянно говорили, мы так и любим президента. Я думаю, господи, вы что делаете? И вот именно на событии, я увидев вот эту вот всю глобальность и масштабность, увидев президента, услышав его слова, увидев, в принципе, да, руководство для меня тоже. Я сразу же наставник стала писать, Аня, я тоже люблю нашего президента. Вот, поэтому, ребят, ездите на события, будьте с командой, верьте в себя, верьте в свои силы, потому что не будете верить в себя, и в вас никто не поверит. Все всегда начинается только с вас. Вы самый главный человек в своем бизнесе. Это и запишем на стене большим слоганом, и всем рекомендуем распечатать. Вы у себя самое главное. Ирина, огромное вам спасибо за это потрясающее интервью. Получилось очень здорово, полезно и информативно. Тем из вас, кто присоединился к этому эфиру, не сначала не переживайте. Запись его будет доступна на нашем YouTube-канале в течение пары часов после завершения этого эфира. Он появится обязательно на нашем официальном YouTube-канале. Ссылка будет на нашем официальном Greenway Global в Telegram-канале. Обязательно тоже подписывайтесь, если еще этого не сделали. И смотрите другие эфиры на нашем YouTube-канале, потому что там очень много классной и полезной информации, как была в этом эфире. Ирина, огромное вам спасибо. Еще раз вас поздравляем с этим потрясающим результатом. Запомнили, когда вы будете GM, будем держать за вас пальчики. Выведем потом на экран обязательно этот кусочек видео. Да, мы это коллекционируем. Ждем звездного часа, когда все начнут прогнозы сбываться, и мы сможем это показывать на сцене. И огромное спасибо всем, кто смотрел этот эфир. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok